Здравствуйте, уважаемые зрители канала Заметки Нумизмата! Продолжаем наши встречи и проведем сегодня, сразу скажу, промежуточные итоги конкурса, который был объявлен нами в прошлый раз, 14 июля вы видели выпуск с вопросом нашего конкурса. С одной стороны, я хочу тех, кто принял участие, конечно же, поблагодарить, что люди провели определенную работу, нашли интересную информацию, поделились ею с другими, но в то же время и сделать определенные замечания. Специально, чтобы не было попытки успеть раньше других, в этот раз я предложил условие, что побеждает не первый, побеждает тот, кто даст наиболее полный ответ, но, конечно же, желательно, чтобы этот ответ был создан самим отвечающим. И есть ли смысл присылать в виде ответа большие выдержки из интернета или копии статей, разве в этом заключается ответ? Тем более, что вопрос, конечно, был с подвохом и просто присылая выдержки из статей ответить на него было невозможно. Нужно было немножечко подумать, собрать имеющуюся информацию, попробовать творчески ее обработать и логически найти решение. Тем более, что и приз достойный, напомню, это 50 копеек 1921 года в высоком качестве, МС-62, в Слабе, коллекционная качественная монета, не самая, может быть, даже дешевая, поэтому ожидали, что вы проявите немножечко больше творчества в подходе к ответу на вопрос. А вопрос, напоминаю, звучал так, был продемонстрирован портрет художника Сергея Васильевича Герасимова, изображение банкноты и в виде подсказки изображение майори Колпанно на одном из московских зданий. Соответственно, требовалось, что было несложно, конечно же, ответить о том, что за банкнота продемонстрирована и связать эту банкноту с художником Герасимовым. Из многих приславших ответы я бы назвал 10 участников, которые действительно подошли максимально творчески. Андрей Митинский, Дмитрий Соломах, я называю в основном те варианты подписи, которые были в электронной почте, они могут отличаться от настоящих имени и фамилий или от ника в интернете. Д.Д. Тепиков, просто песни, Алексей Андронов, Алексей Авдеев, Сергей В. Рома А. Мила Мила, Валерия Кимчук, 10 человек прислали достаточно подробные интересные ответы, но ни один не смог дать действительно полный окончательный ответ. Давайте предварительно скажу то, что прозвучало. Действительно, все угадали, но это было несложно сделать, название самой банкноты, она называется Моржовка, выпускалась правительством Чайковского на севере России и активно ходила не только в период гражданской войны, но даже в годы советской власти. Автором эскиза банкноты является другой замечательный русский художник, график, автор многочисленных майоликовых работ на зданиях Москвы, ученик Репина Сергей Васильевич Чихонин. Это все назвали. Несколько человек очень правильно отметили, что Герасимов и Чихонин были тезками оба Сергея Васильевича. Была дана подсказка в виде одной из майолик на здания училища в Москве. Вообще, на самом деле, Чихонин создал много таких майолик, большинство из них не сохранились или сохранились очень плохо, но всем известны многочисленные майоликовые украшения, скажем, гостиницы Метрополия. Часть из них созданы по эскизам в Робеле, часть — это работа Чихонина. Многие правильно отмечали, что в разных источниках указывается разное авторство тех самых майолик. В некоторых источниках указывается Чихонин, в других однозначно указывается Герасимов и даже приводятся его письма и последующие официальные переписки с советскими органами. Наконец, в большинстве справочников на всякий случай указывают обоих. Давайте попробуем провести между десятью участников, приславшим полный ответ, еще один, второй тур. Очень хочется, чтобы все-таки приз нашел своего нового владельца. Ну а если несколько человек смогут абсолютно правильно дать ответ, я думаю, мы сможем найти и поощрительные призы. Так вот, все-таки, как же связаны были между собой два Сергея Васильевича, Чихонин и Герасимов? Тем более, если они оба указываются авторами одних и тех же работ. И чтобы вам было проще все-таки ответить на этот вопрос, почитайте их биографию. Ждем окончательного ответа и скоро объявим победителя. У вас еще неделя с момента выхода этого выпуска. Смотрите канал Заметки Нумизбата. Подписывайтесь, впереди вас ждут другие конкурсы.